Здравствуйте, Малик Технович! Да вы без предупреждения зашли, у меня не готово ничего, подождите. Тут готовится у нас сейчас занятие идти, вечером, подождите. Там что за шум такой? Шум, наверное ветер будет. Окно открыто у меня. Вот что, перестало. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. У меня вопрос, Игнатий Тихонович. Давайте вопросы ваши. Почему девушка должна быть в платке в храме? Ну, потому что написано, женщина, молящаяся без платка, без покрова головы, позорит свою голову, бесчестит. Об этом апостол Павел говорит, первое послание к Коринфе в 11 главе. А вот Масленица, это языческий праздник? Какая? Праздник Масленицы, он языческий или нет? Да, языческий. Никакого отношения он к христианству не имеет. Никакого. Царков установила, что в пище только различия и все. Все уже считается о страшном суде, подготовка к великопостным молитвам, напев, одежда священника, все указывает на скорбь. Чтоб человек задумался о своей бренной жизни. А люди еще блины, пчучело из соломы сделают, жгут. Зиму провожают. Сегодня в храме был, сегодня день о страшном суде, воскресенье. Да. Воспоминания. Напоминание. Напоминание об этом, что мы готовились, это никак не миновать. Понятно. А вы где живете-то? Что говорите? Живете где? В Замольске, на Амуре. Мы уже с вами разговаривали. На Амуре? Вон какое дело-то. Я служил в Николаевске, на Амуре. Да. А я в армии по состоянию здоровья не служил. Не взяли. Понятно. Но дело в том, что у нас моление. Утром мы молимся. Вы можете к нам пристать, если свободны будете. Это мы, у нас будет... Я ваш канал смотрю, подписан на вас. Да. В час ночи по Москве, а у вас сколько в это время будет? В час ночи? Ну да, в час ночи. Но у нас сейчас без двадцати восемь вечера в Комсомольске. Ну да. Восемь. А у нас пять. Восемь. 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 У нас будет шесть. Ну на два часа разница. Это не так и много. Я думал больше. А вы посмотрите, восемь или девять у вас будет? Нет. У нас сейчас сорок одна минута девятого. Девятый час вечера. Вот, значит, два и девять. Три часа разница. Ну, штрих к нашим добавь. В это время у вас восемь утра. Вы можете вполне присоединяться к нам в молитве. Вам это будет полезно. Утренняя молитва у нас. А я смотрю, вот Сергей... Сергей Пупков вот знаю, смотрю, проповедую. Ну вот сегодня у нас собрание было. Я уже выставил. Сегодняшнее. Вячеслав. Вот у вас. Вячеслав, да. У нас тут по интернету целый коллектив работает. Я не захожу ни в Twitter, ни в Facebook. Хотя у меня везде странички есть. Не ВКонтакте. Там другие работают. Надо, когда я ответ дам, они отправят. Я нахожусь только в своем канале. Ну, на форуме иногда кто-то заходит. Мейл.ру. Мой мир. Ну, вот и все. Сайт у меня есть. Вы говорите, если я согласен, у вас 14 тысяч фотографий. 24 тысячи фотографий у нас. А, 24. 24 тысячи фотографий в моем мире. Ну, и сам по себе здесь канал. Я также людям, даже людям ссылку кидаю на ваш канал, чтобы заходили. Ну, может кто-то и зайдет. Дело в том, что у нас очень богатый материал. Матвель. Очень богатый. Даже невозможно представить. Ну, представь. Одних только роликов у нас 20 тысяч 850. Своих. Не чужих. Так, что еще у вас? Да, больше ничего. Ну, это означает, женщина без головного убора не может молиться. А мужчине в головном убор не положено. Это его власть. Мы даже этого не понимаем. Понимать и не надо. Мы должны исполнять. Ну, такие люди задают вопросы неверующие. Которые Библия, как Иоанн Златоуст говорит, из чего Библии нет, о том не рассуждаем. Это нам не нужно. Откуда? Чего? Мы верим, что Господь сотворил мир. Совершилось грехопадение. Сын Божий взял грехи на себя и умер. Благодать Духа призывает к покаянию и труду во Христе. Все. Вот все содержание Библии. Это содержание нашей жизни. На аресталище, на стадионе многие бегут, но они получают награду. Тогда все, если ничего нету. Я своих врагов... Так, что еще? Да, прощаемся. Ну, да. С Богом. А, нет. Ну, просто хочу сказать. Игнатий Ильич, я своих врагов всех люблю. Я за близких молюсь. За своих. Хорошо. Которые меня люди окружают. Все. Хорошо. Ну, вы знаете, когда мы молимся? Никому звоним. Никому звоним. Что-то зависает. У вас, наверное, телефон-то дергается. Да, я с телефона звонил. Вот, поэтому такое все. Вы знаете, когда мы утром молимся? Напомните мне, пожалуйста. Я сейчас напомню. Ну, все. Пока. До свидания, Алексей. С Богом.